Добрый вечер. В эфир информационный выпуск телерадио компании «Гомель» в студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите в выпуск. Сегодня в Беларуси уступила в силу новая редакция закона об занятости. Служба субсидирования открылась сегодня в «Гомеле». Домик для мамы, лодочная станция и антикафе. Объекты нерухомости набывают с другое життё. Прыщепки супрать гриппу зрабили 18% от агульной колькости жихару региона. Бабина галета чакать пакуль не варта. На завтра у регионе обвещаны оранжевы узровень небезпеки. А зараз об гэтым и іншым больше подрабязна. Сегодня в Беларуси уступила в силу новая редакция закона об занятости насельництва. Яна накеравана на развице и поддержку высокой мотивации беспрацовных до активного пошуку працы, узмаснение отказности за выканание законодавства об занятости. Новации тычатся не тольки суискальников и наймальников, а ле и службы занятости. Что до обовязков беспрацовных, то ины повинны самостоянно шукать працу, з'являться на перамовы с наймальником на протягу двух дён с дня выдачи отповедного накерованья. Удвоя скороченный максимальный термин знаходжения на улику у службы занятости – с 36 до 18 месяцев. Среди других нововведений – продоставление беспрацовным право на садяние державы в набытие в опыту практичной работы у ответственности с затриманной профессией. Это позволит повысить конкурента с дольности, в дальнейшем повеличить шансы на працу лоткованья. Такое право будет распаусюдживаться и на женщин-мате, и кей протяглый час не працевали в совязи с доглядом дитяць, в возрасте до трех годов. Сегодня у Гомеля открылась первая централизованная служба субсидирования. Инициатором ее створения выступило коммунальное жильевое предприемство «Советское». Необходность такого центра выкликана початком День закона об наличении жильевых субсидий. Его открытие отбылося на базе развлекого-доведочного центра по Речицким проспекте 3. Такий адрес коммунальники обрали не выпадково. Трапит сюда зрушенность любой кропки советского района. После запуску ответственной программы в листопаде этого года работники службы автоматично наличат субсиды непрацующим одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам. Все остальные смогут вернуться сюда самостоянно. Головная умова для наличения державной допомоги – оплата за коммунальные послуги – повинна перевышать 20% дохода у грамадянина. Причем у этой расходы не угоходить оплата за интернет, телефон и домофон. У нас есть два принципа – это выявительный и заявительный. По выявительному принципу это будет все в программе выявлять, это в основном пенсионеры под это попадают. Что касается заявительного, это, конечно, будут сюда граждане приезжать, оформлять, подавать заявление. Ну и наши девочки уже будут, естественно, собирать всю информацию и потом уже уведомлять, либо человек подлежит субсидированию, либо все-таки он не подлежит. Уладальников для старой школы, конторы и сельгаз-объектов вызначили черговые торги фонду «Гомель обломаемость». У приватности будинок былой школы в Гомельском районе достался одному удельнику аукциону крыхубольщим за 795 рублев. Площа объекта – около 420 квадратных метров. Присядебный участок – омаль 27 соток. Новый владельник набыл нерухомость под жилье. Однако у сучастей подобная омайомость дает старт для развития предпринимательской инициативы. Звычайные объекты набывают для организации вытворчасти або уякости складских помешканев. Сустракаются и нетравиальные рошенни. Подрабязности в нашем наступном материале. Лодочная станция в Октябрьском колесце была любимым местом проведения вольного часу мясовых жихаров. Однако с часом пришла у занепад. От родителей взялся предпринимательники Охен Матарас. Мясовые улады пошли на сустрич. И в 2012 году объект продали за аукциону. Раньше это была лодочная станция. Мы решили далеко не ходить и, скажем так, возродить ее в былых масштабах. Тем более, что место красивое. Раньше здесь были пляжи. Решили начать с лодочной станции. Купили один катамаран. Какие-то запчасти были. Что-то, в общем, начали собирать. В итоге тот парк, который у нас сейчас есть, вот мы с ними работаем. Получение малявничьей природы и активного отпочинку пришлось до спадобы жихарам Октябрьского. У летку не дохопа, у наведывальников тут нема. А вот у холодный час такие виды отпочинку не запотребованы. Так пришло решение освоить еще один напрямок бизнесу, який не залежит от сезону. И летость у будинку лодочной станции продпринимательники открыли тайм-кафе «Пристань». Сегодня таким форматом установ могут похвалиться только буйные городы. И вот зараз невеликий райцентр Октябрьский. У тайм-кафе, або анти-кафе, наведывальники платят за проведенный час. На взамен же отримливают утульное место, чай, каву, доступ у интернет, настольные гульни. Сарафана радио хорошо работает, люди подтягиваются, им интересно. Появилась тенденция, что люди приезжают из соседних районов, из Глузка, из Светлогорска бывают у нас люди. Предварительно связываются, интересуются о программах, которые у нас планируются, которые у нас проводятся. Свою фантазию и креативность предпринимальник проявил не только в оригинальном формате установы, а лею оформления ее интерьеру. Литерально все тут Явген Матара с женкой работали своими руками. Стиль выбрали морские, максимально обыгравши тему пристани. А еще, кроме дальнейшего уладкования зоны отпочинка при лодочной станции, предпринимальники марать открыть тут классичное кафе и невеликую студию гука запису. Планов много, желание дальше двигаться вперед у нас есть, возможности есть, власть содействует нам в развитии нашего бизнеса. И совместно мы будем дальше работать и развивать наш край. Алена Василюк, Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, Телерадо и компания «Гомель». Застается додать, что тем, кто хочет купить нерухомость по примальных ценах для организации бизнеса. Варто частей наведывает сайт фонда «Гомель» обломаемость. Самые выгодные пропоновы набываются моментально. Вакцинация населения У регионе протягивается вакцинация населения супротив гриппу. Пришепки зарабили уже 18% от агульной колькости жихоров региона. Вакцинация на сегодняшний день самый эффективный и надейный способ обороны от вирусных инфекций. Ее эффект втремается от 9 до 12 месяцев. В медустановы поступили препараты айчинной и российской вытворчасти, а так само вакцины с Франции и Голландии. Усе прошли обовязковый контроль якости. Зробить пришепку на платной основе можно у любой поликлинице по месту жихарства. Каштой вакцина – от 4 до 12 рублей. Процедура бесплатная для тех, кто выходит у группы «Рызыки». Это школьники, люди с хроничными захворываниями. По словам специалистов, традиционный эпидемичный уздым означается на при конце студеня, у початку лютого. Однако он может варьироваться у 2-3 тыдни. Тому лепш зарабить пришепку зараз, каб организм поспел выплацывать иммунитет. Почему это эффективный метод? Что риск заболеть непривитого человека в 6 раз выше, чем у привитых. И вакцинация – это надежно, безопасно и выгодно. Почему это надежный метод? Потому что из 100 вакцинированных где-то 70-95 человек вообще не заболеют гриппом. Остальные 25-18 человек не могут заболеть, но они будут болеть в легкой форме и без осложнений. 26-го листопада у Гомеля значат 73-й годовину вызволения. Крыху ранее Червоная армия вызволила размещанная побачь с городом Вёске. Правда, дожить до этого дня сдолили не усе. А в трагедии, яка отбылась у сего за один день до прихода у Червона армейцев, материал Олега Сенсюрова. 73 годы тому на этом месте все было практически так, как и сейчас. На земле уже лежали листья и ночи были холодные. В новокольных лесах от оккупантов хавалась местовая насельница. Жахарка вёстки Климовка, Ганна Дудова, якой тогда было 10 годов, узгадывая. Заезжие часто были только сыроежки, якие ели сырыми и без соли. Почас одной из спроб сносихать нечто иншее. Ее с матью зловили немцы и долучили до группы 37 человек с новокольных вёсток. Цагельник, Кровышин и Прибыток. Спочатку расстреляли 7 мужчин, потом перешли до женщин с детьми. Девчинцы и ее матья пошанцевала выжить. У живых засталася и еще одна светка Анюта Лискина. Гэта даречи не прозвище, а вязковая мянушка. Гэта женщина и поведомила усе подрабязности. Говорит, кровь эту, все кровью залилось. Я, говорит, рукой согребла кровь с лица. Посмотрела, детки лежат, все битые, все расстрелянные, мертвые лежат. Я, говорит, стала прислушиваться уже, стала вспоминать, что случилось со мной. Ну, тихо, их уже не слышно, немцев нету. Я, говорит, тогда согребла себе все это. Смотрю, Вера Чудраниха лежит, эта женщина цыгельницкая. У той семеро детей или шестеро, ну, что-то много детей было, тоже лежит убитая. И все лежат убитые. На наступный день гэта эмиссины вызволила червоная армия. Загинувших сбирали по лесу родные и близкие. У Татьяны Моисеенко пачас таго массового забойства загинула тетка с трыма детьми. Дружили по соседству, так это мать-вей, мужчина, и тетка же, это моя маня, молодая, 25-го года, и дядька, 28-го года. Вот они забирали и привезли, я говорю, прямо у сегельни на кладбище. Там и похоронили. Что в одной могиле два гроба, гробики, значит, трое деток. Но на этом беды вязковцев не скончились. У той же климата карники заминировали некаких домов, молодары, яких хвалился в лесе. А про чатаго уся хатная живела оказалась отрученной. Стояли такие вот бадьи, и с белым каким-то, даже у нас во дворе, и у нас была тёлка, совалась она большая уже, наверное, корова была. Да кто же лежала во дворе отравленная? Потому что белого этого напилась. Вёски, цахельник, коровыщинь, Климунка и Снуютизарас. Правда, на фронтах Великой Очины, у партизанских отрадок и от рук карников, только у Климуса, загинуло больше 220 человек, некоторые не дожили до вызволения. У сего некольки дён. Вот этот будинок увёз Циклимука, ещё до военная школа. Тут жилися дети до 7 класса. Будинок войну пережил, а многие дети вызволения так и не дочекались. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, телерадо и компания «Гомель». У «Гомель» отбылеси открытые с поборницей по карате «Гомель Опен Кап-2016». Турнир международного озроюню собрал у манежи «Динамо» спортсменов с четырёх краин. Удельники разыграли у огульной колькости 53 комплекты узнагород. С поборницей пройшли по правилах Сусветной Федерации карате. Гэта той самый вид, який включен в программу олимпийских гульнях 2020 года у Токио. Подробя с ней расскажет Сергей Негяревич. Вселетний «Гомель Опен Кап» уразил своим масштабом. Поспоборничать собрались больше за 700 спортсменов. Гости проехали из всех регионов Беларуси, а так само разных городов России, Украины и Азербайджана. Удельники выступали одночасово на четырёх татаме. Вселета турнир пройшёл восьмый раз. И снова подтвердил высокую текавость до себя без боку шматликих гостей. Многие тут уже не в першиню. Вот именно организация турнира. Довольно хорошее судейство, что самое главное на соревнованиях. В основном не хотят приезжать на соревнования повторно из-за судейства. Если плохое судейство, никто уже не хочет дальше ехать. Здесь хорошее судейство, адекватное. Также очень хорошая конкуренция. Споборничество проводились по правилам Всесвитной Федерации карате. Миновата по их праздчатый годы каратисты у першиню будут споборничать на Олимпиаде. Нагадаем, у дни вне этого года было вырешено включить карате у программу Олимпийских гульнях 2020 года у Токио. Велась длительная работа для того, чтобы карате стал олимпийским видом спорта. И проводилась работа по отработке правил. Прежде всего, это безопасность. У спортсменов, даже у взрослых, у них ограниченный контакт с лицом, одеваются средства защиты, жилеты, накладки, протекторы ног. У детей контакт с лицом запрещен в принципе. В корпус контакт дозировано. Опять же, задача многих соревнований, в том числе и этого, в том, чтобы медицинский персонал, который у нас здесь есть, оставался без работы. На Гомеле Open Cup 2016 не было обмежевания по взрослому. Выступали спортсмены от 6 годов и старейшие. Усягл были разыграны 53 комплекты у Знагород. В агульно-командном залику лидировали представники Пинского городского клуба карате Эдельвейс. Другое место заняли гости из России, и бойцы Орловской спортшколы «Аролкара». Замкнула тройку призеров команды с Дюшар номер 2 «Динамо» города Минска. Зборная Гомельская в области, якая складается с четырех клубов, у выниковом протоколе разместилась на 13-м родком. Сергей Нігеревич, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». Гэтытый день почался с ветра на гайдажливого надворья. И, как прогнозуют синоптики, бабиного лета чекать по кульне варта. По водле информации областного гидрометцентра, на завтра в регионе обвещены оранжевый уровень небезпеки. Прогнозуются дожди. Пары вы ветру будут досягать 15-18 метров за секунду. Температура по ветру в ночи складе от 0 до плюс 5 градусов, в день от 3 до 8 тепла. С 26-го кастричника прогнозуются моцные опадки, мокрый снег и дождь. В особных районах слабый гололед. Минимальная температура по ветру в ночи складе – минус 1 градус. Максимальная у день – плюс 6. Подобный характер надворья протрымается на протягу сего тыдня. Ближе до выходных к рыху потеплее, до плюс 8. А леверогодность опадков великая. И на этом выпуск завершенный у студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочим с разведцем падею Гомелей в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин